Селем алейкум! Здравствуйте! В прямом эфире телеканала Милет программа Бузым Ак Камыс, наше право и я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы будем обсуждать вопросы, касающиеся оформления земельных участков, в садоводческих товариществах, дачных или огороднических кооперативах. Узнаем, какие дорожные карты разработаны в этом направлении, а также затронем тему благоустройства районов, где выделены участки для льготной категории граждан. Гость нашей студии – председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Государственного совета Республики Крым Евгения Добрыня. Евгения Александровна, добрый вечер! Добрый вечер! Евгения Александровна, расскажите, пожалуйста, с чего надо начать члену садоводческого товарищества, который хочет оформить свой участок, но при этом у него нет правоустанавливающих документов на руках, есть только членская книжка. К сожалению, такие случаи часто случаются. Вот как быть? Таких случаев тысячи, даже десятки тысяч. Согласно нашего 66-го закона Республики Крым, о предоставлении земельных участков граждане, члены соответствующих кооперативов, дачных кооперативов или садоводческих, некоммерческих организаций, имеют право до 2020 года в собственность получить бесплатно свои земельные участки. При этом это прописывается в отношении тех товариществ, которые были созданы до 2014 года, и, соответственно, независимо, кстати, от того, когда граждане стали членами кооператива. Что необходимо сделать? Прежде всего, самому юридическому лицу соответствующим образом оформить свою землю, то есть сделать проект омежевания территории. Данная документация должна быть согласована соответствующей администрации. И тогда гражданин, член садового товарищества на основании своей членской книжки, плюс решение своего собрания, делает проект омежевания, как бы на основании этой документации, которая разработана в отношении всего этого проекта омежевания. И общим, кстати, собранием также должен быть утвержден этот проект омежевания, его границы и, соответственно, распределенные участки. Гражданину нужно сделать, члену судового товарищества, сделать омежевание своего участка и обратиться в соответствующую администрацию. Если это товарищество находится в границах какой-либо из администрации, то, соответственно, непосредственно туда, если это за границами, то в Министерство имущественных и земельных отношений. Как правило, и основное большинство садовых товариществ находятся за границами населенных пунктов, поэтому, как правило, в основном большинстве эта нагрузка больше идет на Министерство имущественных и земельных отношений. То есть это как раз-таки относится к этому и в случае, когда за границами садового товарищества находится участок, например, у гражданина, да, бывает? Или это другое? Это уже совершенно другая ситуация. Это существовали, скажем так, садовые или дачные товарищества, и в процессе, скажем так, своей жизнедеятельности, не будем ставить оценку, почему и за чего, как правило, это недобросовестность на самих председателей, которые знают, где находятся границы, а гражданам предоставляли, показывали вот твой участок здесь. Ну, по сути, это произошел, ну, такой самозахват территории, и, скажем так, ну, ситуация сложилась. Годами граждане обрабатывали свою землю, где-то построили садовые дома. И вот в связи с этим, в связи с тем, что это действительно носит такой системный характер в Крыму, мы создали рабочую группу, проработали соответствующие механизмы, которые прописаны в 320-м законе, который дает в этой части возможность гражданам, несмотря на то, что они находятся за пределами, первоначально выданными данному товариществу земельных участков, дать такую возможность рассмотреть, чтобы товариществу предоставить землю в тех границах, которые уже сейчас сложились. В контексте этого у нас принят 320-й закон, в контексте его, опять же, в помощь гражданам были прописаны три дорожные карты. Первая дорожная карта, она касается в основном для граждан, которые не идут по этому закону, у кого нет проблем, то есть там четко прописан вот тот алгоритм действий, который я вам первоначально озвучила. Вторая и третья дорожная карта расписывает алгоритм действий, что делать по второй карте тем товариществам, которые не перерегистрировались вовремя до марта месяца 2015 года. Ну, по сути, как бы доказать свое правоприемство тем украинским документам, которые у них в наличии. И третья дорожная карта как раз урегулирует вот эти моменты, когда товарищество выросло в своих пределах, и если это возможно, предоставить данную землю, если она, например, не находится где-то на заповедных землях, не на коммуникациях или еще где-либо, то тогда граждане могут получить такую возможность. Именно вот для таких целей был разработан данный закон, для решения таких задач. Правильно ли я поняла, что вот те граждане, у которых оказалось за границами садового товарищества участок, да, их земля, у них два пути. То есть они могут оформить эту землю, если сам председатель товарищества внесет уже это в решение, наверное, собрание в границы этого садового товарищества и уже будут оформлять это вот в целом с учетом этих участков, которые не входят. А второе, что если у них есть решение на руках, то они могут самостоятельно оформить. Или же нет? Смотрите. Вот им обязательно входить вот в территорию этого садового товарищества? Мы с вами должны сейчас понимать, о чем мы говорим, я имею в виду, в той части, что является ли гражданин членом данного садового товарищества. Закон прописан для того, чтобы наши дачники и садоводы, те, которые являются членами соответствующего товарищества, могли получить и узаконить свою землю, получить ее в собственность. Соответственно, если это просто кто-то находится рядом с садовым товариществом, нет, у него нет такой возможности вступить и за счет этого увеличить границы и все остальное. Потому что уже проведен учет, органы соответствующих администраций провели учет. Мы знаем прекрасно, какое количество садовых и дачных товариществ. Мы знаем их границы, потому что они об этом заявляли. И хочу сказать, что уже есть несколько случаев попытки, скажем так, машиничства в части, вот со стороны председателей, когда они разрабатывают документы больше, чем даже до этого было до учета. То есть уже сами граждане, члены садовых товариществ сигнализируют о том, что происходят проблемы. Что вот наш председатель в сговоре с кадастровым инженером делает больше. И то участок, оказывается, пишет, что там находится кадастровый инженер, его мама, папа и самого председателя. Но вот хочу обратиться к гражданам, пожалуйста, не нужно этого делать, потому что все это выявляется, все данные уже есть. Однозначно установят, а потом просто придется за это отвечать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы уже назвали, да, законодательный акт. Может быть, какие-то еще существуют нормативно-правовые акты, которые регулируют вот выделение земельных участков садовым товариществом? К чему можно обратиться, вот каким законам гражданам почитать? Смотрите, основной, конечно, закон, если есть проблемы у садового товарищества с документами, безусловно, нужно обратить внимание на 320 закон Республики Крым. Он находится в свободном доступе, и нужно будет просто его скачать или прочитать и ознакомиться с ним. В контексте этого закона разработаны, как я говорила, три дорожные карты. Безусловно, этот закон писался не просто откуда-то с потолка. Мы руководствовались земельным кодексом, граждане могут руководствоваться федеральным законом, 66-м профильным, который как раз регулирует эти отношения. Значит, 66-й закон Республики Крым, который дает людям право до 2020 года получить собственность бесплатно членам садовых товариществ, реализовать свое право. Ну и, безусловно, эти три порядка, которые о создании комиссии, о работе этих комиссий, которые регламентируют работу этой комиссии, чтобы люди могли посмотреть, какие вопросы решают, какие документы нужно им предоставить, какое типовое заявление, какие документы приложить. Спасибо большое, Евгения Александровна. Уважаемые телезрители, мне хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и прямо сейчас вы можете задать ваши вопросы, позвонив к нам в студию по телефону, который вы видите на наших телеэкранах. Тема нашей программы, мы сегодня говорим о том, как оформить земельные участки членам садовых товарищей, а также огороднических кооперативов, дачных кооперативов. Поэтому звоните, задавайте ваши вопросы. Дорожные карты, после того, как были разработаны, были опубликованы на сайте Министерства имущественных и земельных отношений. Мы разослали всем администрациям также обращение, чтобы они на всех возможных информационных ресурсах также разместили эту информацию. Как доложили представители администрации, что они это сделали и на своих сайтах, и на информационных досках. То есть как могли мы уже эту информацию распространили. Интернет сейчас очень распространен, все умеют им пользоваться, и поэтому в свободном доступе эти карты существуют. Помимо всего прочего, я хочу подчеркнуть, что Министерство имущественных и земельных отношений каждый четверг проводит консультации. И на эти темы также. Поэтому граждане, у кого возник такой вопрос, могут всегда обратиться и получить подробную консультацию. А где именно, по какому адресу? Севастопольская. Ой, знаете, я затруднюсь цифру, не помню. Ну, можно посмотреть, в принципе, в интернете. Севастопольская возле центрального рынка. По месту размещения именно Министерства имущества. В интернете, да, это все можно найти. Скажите, пожалуйста, вот отличается ли процедура оформления земельных участков, садоводческих товариществ и огороднических, например, дачных кооперативов, или это одна и та же процедура? По процедуре идут по одной, но только граждане должны понимать, что садовые участки, у них один вид разрешенного использования земли. То есть там есть ограничения по застройке, а дачные другие. И хочу еще, на дачных можно жилой дом строить, либо там дачный дом и регистрировать. Но нельзя зарегистрироваться, скажем так. Ну, в принципе, процедура общая. Процедура аналогичная. Вот единственное, вот эти ограничения. Больше как бы так никаких специфических ситуаций. Спасибо. У нас есть звонок с вопросом от наших телезрителей. Давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте, говорите. Да, я Эмирова Ньяра. У меня муж умер, у нее остался земельный пай в селе Елизаветово. А я живу сейчас в Есфаторе. Так. А сейчас как мне... А как мне сейчас быть? Они мне не дают, ничего не дают. Это... Варков, арендатор. Варков мы дали. А земельный пай выдавали вашему мужу. У него право собственности какой-то или как? Или аренда? У него находится. Собственности или в аренде этот пай был? Да, 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 да. Он член колхоза был. Член колхоза, он находился аж с 97-го года. Хорошо. А целевое назначение земельного участка вы можете сказать какое-то было? Это сельхоз, участок сельскохозяйственного назначения? Или что это за участок? Это... Это... Мы член колхоза были, нам дали пай полхозникам всем. Угу. И вы хотите принять наследство сейчас после смерти вашего мужа этот участок, да? Этот пай? Да. Спасибо. Что-то надо уточнить. На самом деле очень плохо было слышно. Я бы просто порекомендовала, если есть в этой части какая-то проблема, просто прийти на прием граждан. Два раза в месяц я веду приемы граждан. Можно записаться и в принципе получить более подробную и, скажем так, качественную консультацию. Потому что наша сфера такова, что в ней очень большое значение имеет наличие документов. Конечно. Надо смотреть, да. Мы изучили, это в общем как бы так вот проблема, пай не дали. Нужно смотреть, что там было, сертификат или нет. Он был как-то выделен в натуре. Проблема с принятием наследства или проблема с выделом пая в натуру. То есть вот очень сложно сейчас ответить. Очень много нюансов, да, которые нужно... Просто даже невозможно. Поэтому либо тогда к юристу нужно обратиться, либо в министерство, либо если есть желание, чтобы я оказала в этой части помощь и включилась в процесс, то, пожалуйста, мы всегда всем откликаемся и в принципе доводим до логического завершения все обращения. Спасибо. Евгения Александровна, скажите, пожалуйста, вот насколько известно, существует межведомственная комиссия, которая рассматривает вопросы расположения как раз-таки садоводческих товариществ в учтенных границах. Какие еще вопросы рассматриваются этой комиссией и как можно туда обратиться? Ну, на самом деле, эта комиссия, опять же, она создана непосредственно по реализации этого 320-го закона. Значит, вообще, в принципе, согласно этого закона существует две комиссии. Первая комиссия, условно говоря, чтобы люди понимали, устанавливает правоприемство. Это для тех садовых товариществ, которые не перерегистрировались вовремя. Есть, опять же, на сайте полностью процедура, расписано какое обращение, типовое заявление и что нужно сделать. Вторая комиссия, которая определяет, скажем так, возможность, либо невозможность предоставления земельного участка данному товариществу в тех границах, которые сложились. То есть это мы говорим с вами о тех, о ком говорили перед этим, те, которые расширили по каким-то причинам свои границы. И вот эта комиссия непосредственно анализирует, где находится участок, делает межведомственные запросы, не входит куда-то в заповедник, не проходит ли там какая-то коммуникация или нет. Принимает практически три решения. Первое, возможно ли в этих границах предоставить? Невозможно. Либо возможно, но при условии. То есть, допустим, там сделать то-то, то-то, и тогда это будет возможно. Вот как бы основные вопросы, которые решает данная комиссия. Спасибо. Давайте послушаем. У нас есть звонок с вопросом от наших телезрителей. Добрый вечер. Спасибо. Надо не подождать. Говорите. Алло. Алло. Добрый вечер. СТС Салгир Степан Владимир Михайлович. Да. Вопрос такого порядка. Невозможно оформлять документы с постоянными запретами. Вот сейчас опять действует запрет до Нового года на оформление по распоряжениям. Как будет в этой ситуации? Под оформлением земельных участков вы имеете в виду? Спасибо большое. Ваш вопрос понятен? По 313-му постановлению под оформлением вопроса? Да, да. Я просто немножечко плохо слышна. С чем связан вот этот мораторий, да, на сегодня, который действует о приостановке до оформления земельных участков, вот чтобы было понятно телезрителям? Да, поясню. Значит, что касается 313-го постановления. Оно наложено мораторий исключительно только на дооформление по первым решениям. Сейчас объясню почему. Потому что выявлено достаточно большое количество случаев, вопиющих случаев, когда граждане, имея первые решения, на земельный участок, например, в заповеднике, есть такой случай в Воронцовском парке, получали земельный участок по закону, по 313-му постановлению, отказать им было невозможно, и вот такие вот случаи проскакивали. Поэтому в связи с этим было принято решение наложить мораторий. Сейчас создана рабочая группа и готовятся соответствующие изменения в это 313-е постановление для того, чтобы прописать такие формулировки, чтобы такие случаи не были допустимы в следующем. Поэтому если это получится раньше, потому что мы понимаем, что все эти постановления 313-е это определенные особенности, и чтобы мы не принимали, какие изменения в него не вносили, нам необходимо получать соответствующее согласование в Москве, в Министерстве экономического развития Российской Федерации и правового управления президента. То есть это длительные процедуры. Поэтому вот если получится раньше, до 1 января 2018-го, то, конечно, мы примем раньше, и, соответственно, мораторий будет снят. Если нет, то, соответственно, мы обязаны к 1 января 2018-го уже снять этот мораторий. Но все это сделано исключительно в наших с вами интересах. Для того, чтобы те, кто действительно, скажем так, добросовестно получал свои документы в приемлемых для нас всех местах, получили и доформили свою землю. А те, кто, конечно, вот такими какими-то незаконными способами не могли в этой части решить вопрос. Еще дополнительно хочу сказать, что к 1 января 2018-го года, уже как докладывало Министерство строительства и архитектуры, в масштабах всей Республики Крым должна быть уже разработана и согласована градостроительная документация. Очень многих граждан по 313-му, по дооформлению, по 313-му постановлению шли отказы ввиду отсутствия в той или иной администрации разработанной принятой действующей градостроительной документацией. Сейчас еще нет генерального плана. Ну, там много слоев данной документации. Поэтому с 1 января 2018-го все смогут использовать свое право, и это будет еще легче, и не будет, скажем так, таких оснований для отказа. Ну, скорее всего, это упростит и ускорит процедуру до оформления земли. Ускорит, упростит, исключит большинство случаев, когда приостанавливают, либо отказывают. Ну, в принципе, все делается для граждан, поэтому я прошу не беспокоиться, и этот мораторий не вечен, и надо просто чуть-чуть подождать. Спасибо. А скажите, пожалуйста, проводятся ли какие-то обучающие семинары для председателей садовых товарищей, где они могли бы узнать подробно процедуру, задать свои вопросы, может быть, какие-то моменты уточнить, как им действовать в той или иной ситуации. И вообще, насколько, на Ваш взгляд, членам садовых товарищей нужно контролировать деятельность председателей? То есть, вот Вы говорили, да, о том, что бывают случаи, когда какие-то незаконные действия они пытаются осуществить. Да, безусловно, мы проводим семинары. Как только был принят 320-й закон, как только были приняты наши дорожные карты, под моим председательством был проведен большой семинар на площадке Министерства имущественных и земельных отношений. Приглашали представителей администрации, чтобы они правильно понимали, как действовать, то есть их в этой части консультировали. Приглашали председателей садовых товарищей, приходили сами граждане, члены садовых товарищей, до них максимально пытались донести информацию. Но, опять же, я подчеркиваю, каждый в четверг в Министерстве имущественных и земельных отношений можно получить консультацию. Дальнейшие семинары также была договорена, что Министерство пропишет план мероприятий, когда они будут проведены, кустовые, для того, чтобы граждан все-таки, тех, кто связан с этим, вводить в курс дела и помогать. Поэтому эта работа, безусловно, у нас ведется. Что касается председателей и самих граждан, ну, безусловно, мы с вами понимаем, что садовое товарищество – это некая общность людей, которые выбрали себе председателя, который представляет их интересы и действует, по идее, в интересах всего садоводческого товарищества. И есть, конечно, председатели, которые просто молодцы, и вот смотришь, и сердце радуется, и документы в порядке, и все побежали, и вот как бы активно все это действует, и правильно там изучают закон, обращаются за консультациями, быстренько с людьми провели все необходимые собрания, собрали средства, там, заказали работы. Есть, конечно, председатели, которые просто этим не занимаются, но есть вот такие, которые мошенничеством откровенным занимаются. Но, к сожалению, мы тут не можем никак повлиять, потому что отношение внутри садового товарищества, ну, государство тут не может вмешиваться, это исключительно вопрос самого товарищества. И те граждане, которые вдруг по каким-то причинам не довольны своими председателями, я им вот предлагаю просто активных граждан на свою сторону привлечь, все-таки провести собрания, и председатели, они же не рождаются председателями, их наделяют этими полномочиями. Конечно, можно переизбрать. Конечно, переизбрать, и очень попрошу обратить внимание, что все-таки это особенности, которые у нас установлены. Эти особенности длятся во времени, скажем так, ограничены, вот пока что до 1 января 2019 года, потому что в наших интересах, в интересах граждан, безусловно, решить этот вопрос вовремя. Поэтому очень зависит, скажем так, решение вопроса от действий и компетентности самого председателя. Поэтому, конечно, посоветую всем членам садовых товарищей, держать все-таки руку на полусе. И быть более активными, искать информацию, заниматься и... И интересоваться, как обстоят дела. Отсказывать даже своему, может быть, председателю, если у них не в курсе, куда нужно пойти, что сделать, да, и поторопить его немного. Что касается оформления жилых домов, которые расположены в садовых товариществах, в дачных кооперативах, в огороднических, понятно, что там как бы это вообще не предусмотрено, но где можно, вот вы перед этим говорили, да, о том, что там, где только дачные, да, кооперативы, возможно, оформление домов. Или в садовых товариществах тоже? Нет, в садовых товариществах существуют садовые домики, но у них невозможно прописаться по закону. Точно так же, как вот на дачных, скажем так, участках, предоставленных для дачных, для ведения, скажем так, для отдыха, возможно, построить дом, возможно, его зарегистрировать, но также не предполагается прописка. В огородничестве, понятно, там вообще невозможно как бы ничего построить, только вот какие-то, я не знаю, небольшие какие-то домики для инвентаря, для хранения. Но сегодня эта процедура работает? Какая? Дачная амнистия? Да, по оформлению на дачных участках домов. Да, у нас сейчас действует дачная амнистия, я также хочу, граждан, обратить внимание сейчас, потому что до 1 января 2018 года дачная амнистия в Крыму работает. Почему до 1 января 2018 года, хочу объяснить, мы ограничены федеральным законодательством. То есть в 218 федеральном законе прописано, что вот таковы, такова дата последняя, вот скажем так, временной ценз. Мы были вынуждены также отразить это в своем республиканском законодательстве, но тем не менее будем выходить с инициативой, ввиду того, что у крымчан такой возможности не было. Если на всей территории Российской Федерации это было несколько лет, практически там десятилетия, то мы бы тоже хотели бы дать возможность гражданам, конечно, это реализовать. Что под собой подразумевает дачная амнистия? Это возможность регистрации своего либо жилого дома, если это же, либо там дачного дома, либо садового, либо там гаража каких-то построек хозяйственных на земле, которая принадлежит гражданам. То есть достаточно для этого иметь документ, который подтверждает право собственности данного гражданина, плюс технический план, разработанный соответствующими специалистами, кадастровыми инженерами, самого объекта капитального строения, который находится в границах этого земельного участка. Вот тоже довольно-таки простая процедура, которой сейчас граждане могут воспользоваться. Спасибо. В завершение нашей программы хотела бы задать еще такой вопрос. После вхождения Крыма в состав Российской Федерации гражданам льготной категории, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, начали активно выдавать земельные участки. В различных городах, массивов Симферополя мы знаем, таких тоже несколько. Скажите, пожалуйста, в таких случаях государства или муниципалитеты, наверное, все-таки в их лице, должны принимать участие в обустройстве этих районов или это ложится на плечи граждан, которые получили участки? Обустройство, подведение коммуникаций, медицинских светового газа, воды? Я поняла ваш вопрос. Да, безусловно, сейчас опять же был, скажем так, принят 66-й ЗРК, по которому льготная категория граждан бесплатно получает собственные земельные участки. Процесс пошел, мы мониторим в целом эту ситуацию. Могу сказать, что уже в очереди стоят и приняты заявления 15 571. При этом о включении прошли проверку и включили в очередь 13 600, там чуть больше человек. Это по Крыму всему? Это по Крыму всему. Предварительно согласовано уже на предоставление 4559 участков. Почему по-разному идут процессы? Потому что где-то в каких-то сельских поселениях, допустим, уже были готовы еще при украинском периоде земельные участки и действовала еще украинская градостроительная какая-то документация, на основании которой можно было предоставить. Поэтому процесс пошел, но не так активно, как хотелось бы. Но мы сделаем все для того, чтобы это все-таки пошло более активно. Что касается вашего вопроса, кто отвечает за подведение коммуникации, инфраструктуры и всего остального? Я точно также задавала вопрос, соответственно, Министерства строительства и архитектуры. Ответ я получила следующий, что это не республиканское полномочие и, возможно, участие в каких-то государственных программах. К сожалению, в федеральной целевой программе не прописаны эти мероприятия. Соответственно, получается все это по закону ответственность соответствующих муниципалитетов. Они разрабатывают проекты планировки территории, которые потом подразумевают подведение определенных, прописывают там всевозможные коммуникации. Безусловно, должны закладывать эти средства в соответствующие муниципалитеты. У них появляются новые районы, у них появляются новые кварталы, и они должны думать, как люди там будут. Причем я считаю, что необходимо готовиться уже в этом году закладывать в бюджете средства, прописывать мероприятия. Но все это, безусловно, ответственность местных администраций. Спасибо большое, Евгения Александровна. Время нашей программы уже подошло к завершению. Благодарю вас за то, что вы пришли к нам сегодня в студию и разъяснили вот такие важные на сегодня актуальные порядки оформления земельных участков садовых товарищей для наших телезрителей. Спасибо вам огромное. Большим удовольствием поучаствовала ваша передача. Хочу поздравить всех мусульман Крыма с наступающим праздником. Ураза Байрам, всего вам доброго. Спасибо. А телезрителям я напомню, что мы говорили о оформлении земельных участков членами садоводческих товарищей, дачных и огороднических кооперативов. На вопросы отвечала председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Государственного совета Республики Крым Евгения Добрыня. На этом у меня все. Увидимся в следующую пятницу в 19.00. Гостем программы будет представитель прокуратуры Республики Крым, который расскажет о градостроительных нормах и ответственности за их нарушения. А я прощаюсь с вами. С наступающим праздником. Всего вам доброго.